Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня я хочу сделать весенние гиацинты. Делать я их буду из ткани RunForce, предварительно обработанной поливиниловым спиртом. Ссылки на материалы и инструменты, используемые в этом видео, вы найдете в описании под видео. Я попробовала разные ножи и больше всего мне понравился нож из набора тюльпан от Фэнтези. Вот так выглядит этот нож и заготовки из ткани. Для тонировки заготовок использую штемпельные подушечки и кисточку для дизайна ногтей из фикс прайса. Субтитры сделал DimaTorzok Для одной веточки мне понадобится 10-15 заготовок. Обрабатывать заготовки буду на полутвердой подушке для буления. Сначала сделаю первый вариант цветка. Он выглядит вот так. Для работы понадобится булька диаметром 3 мм. Обрабатывать заготовки очень просто. На изнаночной стороне заготовки провожу булькой от края каждого лепестка к центру. Переворачиваю на лицевую сторону и булю в центре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заготовки для первого варианта обработаны. Второй вариант цветка выглядит вот так. Для работы мне понадобится тонкий нож с одной линией. Способ обработки лепестков такой же. Чтобы не менять инструменты в процессе работы, серединку можно обработать тем же ножом. Для этого переворачиваю заготовку на лицевую сторону. Разравниваю серединку заготовки. Собираю лепестки вместе. И прогреваю основание цветка. Я делаю по-другому. Обрабатываю лепестки на всех заготовках и откладываю их в сторону. Этим же ножом можно обработать листья. Вырезаю их из зеленой ткани. Провожу ножом по краю листика и в середине. После этого прогреваю основание листика и делаю складку руками. Листья готовы. Беру заготовки, которые отложила и разогретой булькой 3 мм обрабатываю серединки. Заготовки для второго варианта цветка готовы. Вот так выглядят заготовки, обработанные разными инструментами. Для сборки цветов понадобятся тычинки, клей, ножницы и штемпельная подушечка с кисточкой. Тычинки разрезаю пополам и тонирую их краской штемпельных подушек. Продолжение следует... Наношу каплю клея на тычинку. Вставляю в цветок и цветочек готов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь можно собирать веточки. Для сборки веточек понадобятся цветы с листьями, пинцет, клей, ножницы, отрезок проволоки диаметром 0,5-0,8 мм, длиной около 9 см, тейп-ленту и штемпельная подушечка с кистью, а также тычинки в виде зернышек. Отрезок тейп-ленты складываю несколько раз и разрезаю вдоль пополам. Беру тычинки, складываю пополам и распределяю их по высоте. Продолжение следует... Наношу клей и приклеиваю проволоку. Продолжение следует... Тонирую тычинки зеленым цветом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На край ленты наношу клей и начинаю обматывать веточку. Постепенно присоединяю цветы. Продолжение следует... 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 Красивые весенние веточки гиацинта готовы... Подписывайтесь на канал... Подписывайтесь на канал... Будем творить вместе... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...